Девчонки, всем привет! Мы с Никулькой находимся на вокзале. Вы не удивляйтесь, что такое освещение. Сейчас вечер, 8 часов вечера, в полдевятого, через 20 минут. Я Нику сажу с классом в поезд, и она едет в Одессу. На выходные они едут на три дня. Сегодня пятница, они выезжают. И... Нику спокойнее. И в понедельник они возвращаются. Ну, полных два дня, а так три с дорогой. Вот. Едут они на экскурсию в Одессу. У них там по плану катакомбы. У них ещё крепость. Да, Никуль? Белгород-Днепровский. Днепро... Днестровская. А, Днестровская. Да. Мы первый день будем путешествовать по городу, а второй день уже поедем в Белгород. Вот. Я её тепло нарядила, потому что она слегка приболевшая. Мы думали отпускать её или нет. Нам сказали, что деньги возвращать не будем. Ну, типа, мы решили, что, ну, хорошо, всё равно не поедет. Но она за два дня пила много липового чая и встала такая, оп, ну, у неё ни температуры ничего не было, она просто чуть-чуть покашляла. И всё. И насморк. И насморк был, да. В общем, вот такие вот дела. Это первая экскурсия её. Я переживаю волнительно. Бабушка... Первая экскурсия с ночёвкой. Ну, да. Да, не так первая, да, с ночёвкой. Бабушка у нас вообще там в панике. Что вы делаете? Вы ребёнка отправляетесь? Она хотела купить билет в Одессу и поехать вместе со мной. Ну, вот такая у нас бабушка, да. Знаете, я сразу вспоминаю мультик, советский мультик, когда все родственники, мама, папа, бабушка, дедушка провожали в армию парня. И вот там вот с ложечки его кормили и так далее. Вот это вот наша бабушка. А я хочу на своём канале сделать... Я взяла фотик, и я буду делать фотографии. И я хочу их соединить в слайд-шоу и... Сделать мультик? Нет. Я просто буду в слайд-шоу, а я под него буду рассказывать свои впечатления. Ну, это очень классно. Поскольку возможности снимать у меня нету. Да, мы не дали ей ничего, кроме фотоаппарата. Покажи. То есть у неё часы-телефон, её телефон и фотоаппарат. То есть ни камеры, ничего мы не даём, потому что боимся, что она всё это растеряет, потому что она Маша-растеряша. Всё, три минуты болталки. У меня, как обычно, не влоги, а болтологи. Всё. Ники, удачи. И оставайтесь со мной. Хочу вам показать огромную корзину с продуктами от Enway. Новая линеечка. Вот. Я такую вижу впервые. Кто сталкивался? Я думаю, что это новинка, поэтому, наверное, не все знают. Вот, вас знакомлю, сама разбираюсь. Здесь три компонента. Есть алоэ, экстракт виноградных косточек и зелёного чая. Также есть мёд, цветы апельсинового дерева, масло ши и масло на синяя горбуза. Ну, в общем, тыква. И ещё экстракт белого чая, природный минерал, экстракт чёрный тек. Это линейка для всей семьи, для даже деток о трёх лет. Вот. Я тут чуть-чуть прочла. И ставьте на паузу, если вам интересно. Можете тоже почитать. Что меня заинтересовало, то, что здесь выравнивает PH, то есть имеет сбалансированный уровень PH. Для меня это важно, потому что у меня очень сухая кожа. Вот здесь, что можно для деток возрастом от трёх лет и старше. Также всё протестировано дерматологами на аллергические противопоказания. И что ещё радует, упаковка пригодная на 100% для переработки. В общем, это радует. Давайте я вам покажу всё-таки, что здесь, потому что сама не знаю. Вот только корзинку эту привезли. Ну, понятное дело, тыковка. Живая, симпатичная. Вот. Апельсин. То есть все продукты, которые есть в экстракте, то они здесь есть в корзинке. Очень приятно. Мёд. Так, мило. Класс. Сладость. Так, и давайте уже быстрее к продуктам. Столько всего интересного. Так, здесь тыква, апельсин и мёд. Это боди, лосьон для тела. Вот. Но мне прямо сейчас очень надо, так как мне надо питание зимой для сухой кожи, а не увлажнение. Это гель. Тоже этой же линейки. Ой, я очень попробую, попробую, очень хочу. Сумочка. Кстати, девочки, я задумалась насчет того, что пакеты в магазинах больше не покупать, потому что пакеты, это не экологично. Свою природу, свою землю, наверное, надо всё-таки начинать беречь, но это приходится возрастом. Вот я только сейчас начинаю учить этому детей, и сама этому учусь. Кто ходит в магазин, и вообще, кто не использует полиэтилен, ну, вообще, в быту, в доме, кто-то ведёт вообще борьбу за экологию, или нет? В общем, поддержите меня, в плане, я имею в виду, напишите, кто это делает. Я тоже хочу это делать, и вот иногда у меня получается, иногда я забываю. Дальше. Дальше, дальше. Здесь точно так же гель для тела, он уже с экстрактом, что у нас там было? Давайте, когда я уже забыла? Да. С экстрактом виноградных косточек, зелёного чая и алоэ. Кстати, алоэ, это вообще классно. Алоэ имеет заживляющий эффект. И здесь тоже молочко для тела. Что тут у нас ещё? Это крем для лица. Ой, это питательный. Девочки, мне как раз сейчас надо. Отлично, я буду пробовать, вам обязательно расскажу. А это мыло. Мыло, и мне интересно, как оно выглядит. Хочу длинать показать вам тоже. Ух ты! И они такие квадратики, три квадратика. Что я не могу разобраться, что это? Девочки, подскажите, кто знает, что это такое? для всей семьи. Ну, так как я не знаю английского, я сейчас пойду в переводчик, но так как я вам снимаю сразу же моментально, как пришла посылка, привёз курьер, то показываю как есть. Не знаю английского, мне сложно понять, что это такое. Но я думаю, сейчас я вобью в гугл переводчик и разберусь. Но в любом случае, напишите мне в комментариях, что это такое. Дальше. Дальше дезодорант, спрей. И какая-то большая, очень тяжёлая коробка. Мыло. как оно выглядит, хочу посмотреть. Давай, 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 давай. Ого! Смотрите, сколько мыло. Тут 6 штук, наверное, по-моему. 150 грамм. Ну, я думаю, ой, как оно пахнет. Буль, девочки, пахнет вообще потрясающе. Очень вкусненько пахнет. Супер. Ой, классная. И тут у меня ещё цветочки. Приятно. Сейчас лазочку поставлю. Сейчас возьму. Тут ещё орешки есть. Так, смотрим. Это дезодорант. Тут есть в виде спрея, я вам показывала. И вот роликовый. Это концентрированное мыло для рук. Вот. Ну, посмотрите, сколько всего. Я очень рада и благодарна, что мне прислали на обзор столько продуктов. Можно и для деток использовать, я уже говорила. Буду на Дёмке тестить. На Никулечке сама и вообще вся семья будет пробовать. И вам обязательно буду рассказывать. где-то что-то разыграю, я думаю, чтобы вы тоже могли попробовать. Обязательно вам отпишусь и расскажу, что да как. А вы рассказывайте, как вам. Если вы тоже уже начали пользоваться, то мне было бы интересно ваше мнение. всё, спасибо, что посмотрели этот обзор. Влог продолжает. Ну вот, пришло время для лазера. После того, как у меня появился этот агрегат от Philips, то я перестала ходить в салон и делать лазер в салонах, то есть делаю дома. Конечно, он не такой мощности, например, как в салонах, но сделать буквально, ну, может быть, раз на пять больше, я не вижу в этом проблемы. Зато гораздо удобнее. я уже делала обзор на него. Вот, сейчас просто решила вам показать. Включается как фен и выглядит так же. Тут выбираем мощность. Я обычно делаю на четвёрке. И как бы прикладываю к ноге, жду, пока загорится зелёное. Вот, дождалась, пока загорелся зелёный, нажали, вспышка. Я не могу сказать, что не больно, я не могу сказать, что больно. Это просто такой, как у Колечек. Делаю на ногах, делаю подмышками, делаю в зоне бикини. Вот, в принципе, в зоне бикини тоже на четвёрке, но более больнее, чем на ногах. В зоне подмышками тоже на четвёрке, и тоже как бы больновато. Если вы побаиваетесь, начните с двойки, потом увеличите до тройки. Некоторые, я знаю, из моих девчонок, подружек, делают вообще на пятёрке. Кто-то не может делать на двойке, просто больше и чаще. Решила вам показать, потому что кто-то у меня из девчонок спрашивал, помнят мой обзор, я делала на этот абригад, и спросили у меня, пользуюсь я или нет, и когда я пользуюсь. Я пользуюсь всегда, когда нет солнышка, то есть это с осени и по весну. Потом прекращаю пользоваться, и всё лето волос в принципе и нет, но где-то там, что вылазит, я подбреваю или делаю восковую депиляцию. Всё, я буду закругляться, влог свой заканчивать, потому что не знаю, что снимать, ничего у меня не происходит, мы с Днёмкой дома сидим, он у меня приболел, вот, собираемся ехать к врачу, скоро приедет Ника уже с Одессы, ну и будут новые влоги, поэтому оставайтесь со мной и всегда рада вашим комментариям. Всё, всем пока-пока.